Алло. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, полиция. Спасибо. Сотрудники полиции совместно с казаками обходят квартиры, где живут подростки, за которыми нужен глаз да глаз. Близится час Че, после которого несовершеннолетние должны быть дома. После этого группы отправляются на патрулирование улиц. За последние вот два-три месяца, один, два, и то не всегда. И то не всегда. Порой просто вот пресекаем, вышел ребенок здесь вот, допустим, из дома посидеть, погулять. Или вышел с собачкой. Уже протокол не составляем, просто ставим на вид, что нельзя нарушать режим, возвращайся домой. По словам старшего урядника, пик подобных нарушений все-таки приходится на теплые месяцы. Вместе с тем, если три года назад за одну летнюю смену нередко приходилось составлять по 15-17 протоколов, то в минувший сезон 5-7 случаев уже считалось много. Ребенок по телефону свяжется с родителями, объясняет ситуацию, где он находится. К этому месту должны прибыть родители вместе с документами. Перед выходом на патрулирование обязательный инструктаж для новичков в штабе народной дружины, который находится в здании городской администрации. По словам дружинников, в большинстве случаев родители выступают в качестве союзников таких патрулей.